Продолжение следует... 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 И далее создали фирму и начали вот именно уже работать, позиционировать себя как дизайн фирмы в Египте, в Каире. И вот что я могу рассказать непосредственно о Каире, почему Каир и почему меня заинтересовала работа там. Город просто громадный. Так, сейчас я начну переключать слайды. Город просто громадный. Население Каира свыше 20 миллионов человек. И вот среди этих 20 миллионов человек дизайнеров крайне мало. Это не то, что у нас в Беларуси, России мы привыкли, у нас сейчас только ленивый дизайнер. Там дизайнеров действительно мало, хороших дизайнеров еще меньше. А вот заказчиков, которым нужен дизайн интерьера непосредственно, их огромное количество. В Каире на данный момент отстраивается три элитных пригорода, где проживает наша непосредственная целевая аудитория. Эти районы называются Нью-Кайру, Октобер и Нью-Кэпитал. Там можно увидеть и просто вот если вы приезжаете в Каир, не как турист, а как вот именно непосредственно по работе, количество недвижимости, которое строится и шикарной, роскошной недвижимости, это количество просто поражает. Огромные жилые комплексы, которые 100, 200, 300, 400, 500 вилл, именно вилл трехэтажных. И стоимость этих вилл начинается от 500 тысяч долларов. То есть, соответственно, у людей есть деньги, они готовы вкладывать в недвижимость и, соответственно, они готовы покупать. Поэтому я обнаружила и поняла для себя, что рынок, он огромный. И на этом рынке есть спрос, но предложения как такового нет. И мы решили попробовать поработать. И я вам хочу сказать, что на самом деле очень интересно, я подчеркнула для себя огромный колоссальный опыт. Во-первых, я подтянула свой английский, это было очень интересно. Мы заработали денег, мы продолжаем развиваться. И с каждой недели у нас появляется все больше и больше заказчиков. Люди интересуются, им интересно работать с иностранным дизайнером. Как правило, это виллы большой площади от 500 квадратов и выше. Если к нам обращаются заказчики, которые хотят сделать дизайн интерьера квартиры, это от 150 квадратов и выше. Но квадратура на самом деле считается немножечко не так, как мы привыкли. Если мы считаем площадь квартиры или виллы, у них есть два таких понятия. Это не только в Египте, это в Эмиратах, это также в Европе, в Греции, в Испании я сталкивалась с этим. Есть такое понимание, как gross и net area. Квартиры продаются как gross area. Что из себя представляет gross area? Это ваша площадь непосредственно квартиры жилого комплекса со всеми стенами, со всеми коммуникациями. И плюс к этому добавляется еще 20 или 30% сверху. То есть это в зависимости от зоны, где расположена ваша недвижимость. То есть если это какой-то туристический район, если вы решите купить квартиру, например, площадью 130 квадратных метров где-то в туристическом районе, формальная площадь этой квартиры будет 100 метров. 30% будет добавлена за счет бассейнов, за счет общественных каких-то зон, коридоров, ресепшена, ресторанов и так далее. То есть вы платите за это, за все. Вот. И это надо учитывать. То есть когда мы начали работать, вообще было очень сложно определить и понять политику ценообразования, потому что мы привыкли работать как? Мы считаем за метр квадратный. А в Египте считают, рассчитывается площадь, не площадь, а стоимость дизайн проекта по-другому. Некоторые дизайнеры предлагают цену за 3D-снимок. То есть вот это вообще для меня смешно. То есть, например, один 3D-шот стоит 150 долларов. Соответственно, у вас там 15 3D-шотов, умножаете, вы получаете стоимость проекта. Некоторые предлагают, рассчитывают стоимость дизайн проекта из учета конечной сметы. Берут 8-10% от конечной сметы. Это вообще практика в мире распространенная. Наши страны, Беларусь, Россия, Украина, работают за метр квадратный. Но в целом в мире очень многие, и в арабском мире, в том числе работают, они считают непосредственно, берут процент от конечной сметы. Что я могу вам рассказать? Я немножечко покажу, наверное, слайды, что представляет из себя недвижимость в Египте. Так, простите, это я немножко не туда переключила. Поговорим о жилых комплексах. Они огромные. Они просто огромные, и недвижимость там красивая. Огромное количество времени уделяется построению именно ландшафта, бассейном, каким-то красивым решением в плане ландшафтного дизайна. И непосредственно сам жилой комплекс, его стоимость, стоимость недвижимости в жилом комплексе, она увеличивается, исходя из того, какая у вас инфраструктура, так называемые поселитесь. Как правило, на территории жилого комплекса вы найдете бассейны, это обязательно, прогулочные парки, будут какие-то свои рестораны. И помимо этих ресторанов обязательно какой-то клабхаус, где вы можете, если к вам приходят гости, то есть вы не должны приглашать гостей в дом, вы можете встретить их на территории своего живого комплекса. Там будут стоять какие-то диванчики красивые, можно заказать что-нибудь покушать и таким образом встретить своих гостей. Потому что, в принципе, арабская культура – это очень закрытая культура. Люди предпочитают не приглашать в дом посторонних людей. Когда мы разрабатываем дизайн-проект, мы учитываем это, мы стараемся каким-то образом огораживать входную зону, чтобы даже курьер, который вдруг придет и принесет вам какую-то посылку, чтобы он не видел, что происходит в доме. Это очень важно. Поэтому если к вам обратиться заказчик, какой-то восточный заказчик, вот учитывайте это, пожалуйста. И также, безусловно, в требованиях к дизайн-проекту, к планировкам, там огромное количество своих особенностей. Я сейчас расскажу о них. Как правило, виллы и дома в Каире представляют из себя трехэтажные здания. Они называют их двухэтажными, потому что первый этаж, то, как мы называем этаж, это первый этаж, у них это этаж ground floor, нулевой, его не считают. И, как правило, любая вилла – это три этажа. Я буду листать дальше. Вот еще хороший пример жилого комплекса Катамайя. Это элитный жилой комплекс. Виллы там стоят от миллиона долларов и выше. В центре жилого комплекса расположены поля для гольфа. И большинство вилл имеет вид вот именно на эти поля непосредственно. Потому что огромную роль в ценообразовании вообще при покупке недвижимости играет вид из окна. Поэтому жилые комплексы уделяют такое, вообще застройщики, и уделяют такое внимание непосредственно ландшафтному дизайну. То есть что представляет из себя типичная вилла, типичный дом в Каире? Это трехэтажный дом. На первом этаже у вас обязательно будет располагаться ресепшн. Ресепшн – это просто вы обязаны предусмотреть огромное количество диванов, зон, где можно посидеть, встретить гостей. И гости – это, как правило, члены семьи. Как я уже сказала, они любят приглашать гостей извне, посторонних. То есть это будут гости, это будут члены семьи, но семьи там громадные. То есть семья может насчитывать на какой-то праздник приглашенный, это будет человек 30, 40, 50, 60. Поэтому вы должны предусмотреть места для них, всех их рассадить, сделать огромный стол для столовой зоны и так далее. Первый этаж – это, как правило, ресепшн, кухня, столовая и комната для служанки, горничная и комната для водителя. В Каире вообще очень широко используются услуги водителей, потому что движение просто сумасшедшее. Чтобы доехать, город громадный, 20 миллионов человек там проживает. Общественного транспорта как такового нет. Люди ездят, все передвигаются на своих машинах. И для того, чтобы зачастую доехать с одного конца города в другой, вам просто необходимо иметь водителя, иначе вы просто проведете полдня в дороге. Поэтому к услугам водителей прибегают люди категории B, B+, не так, как у нас. Это не роскошь, а это просто необходимость. Потому что пока вы едете с одного конца города в другой, вы можете просто заниматься своими делами, работать и так далее. И вот исходя из этого, состоятельные люди предпочитают этого самого водителя селить прямо у себя в доме. Для него выделяется отдельная комната. И, то есть, всегда водитель к вашим услугам. Так, что рассказать еще? Для меня стало неожиданностью, что восточные заказчики, они просят, как правило, сделать 2 или 3 кухни в доме. И 2 или 3 гостиных. Гостиная на первом этаже – это самая роскошная гостиная, которая призвана поразить ваших гостей. Самые дорогие материалы, самая дорогая мебель используется именно на первом этаже. А второй этаж – это, как правило, уже этаж для семьи. Там обязательно будет располагаться еще одна гостиная. Так что учитывайте это, если к вам обратится какой-то заказчику непосредственно с Востока, ему надо будет сделать дом даже в Москве, либо в Минске, либо где-то еще, то вот обязательно учитывайте, что гостинок должно быть 2. Одна для гостей, вторая для семьи. И точно так же на втором этаже обязательно предусмотреть небольшую кухоньку. Делается это для чего? Так называемая китченета. Это делается для того, чтобы, когда, например, к главе семьи пришли гости, и где-то там на первом этаже заседает какой-то мужской коллектив, или вообще какое-то такое семейное мероприятие, жена, дети, они могут находиться на втором этаже, у них комфортная гостиная, у них своя кухня, где они могут перекусить, при этом не спускаясь на первый этаж. И третий этаж, это, как правило, пара комнат, и крыша активно используется для... и крышу организовывают. Там, как правило, устанавливают перголу, барбекю и так далее. То есть территория крыши, как правило, она открыта, для нее на крышу есть свободный доступ, и там точно так же проводятся какие-то семейные посиделки. Обязательно заказчик, который приходит заказывать у вас дизайн проекта интерьера в Египте, либо в Эмиратах, они попросят ландшафт, в том числе, не только дизайн интерьера. Заказчики приходят, и они хотят получить целый комплекс услуг. Это должен быть интерьер, это должен быть ландшафтный дизайн. Как работает наша фирма? Я не ландшафтный дизайнер, я дизайнер интерьера, и поэтому я не хочу брать на себя ответственность и делать то, что я делать, в принципе, не умею идеально. Мы сотрудничаем с фирмами по ландшафтному дизайну, с хорошими фирмами по ландшафтному дизайну, и эти фирмы предоставляют нам соответствующие услуги. То есть заказчик доволен, он приходит, он получает полностью спектр услуг по обустройству своего дома, и нам, соответственно, мы особо не волнуемся, потому что наши субподрядчики – это проверенные люди. Точно так же заказчики, они хотят не просто получить дизайн проекта, они хотят, чтобы вы сделали им отделку. То есть дизайн фирмы в Каире, они предлагают полный спектр услуг – дизайн, ландшафт и отделку. Мы точно так же предлагаем отделку, но работаем непосредственно на данный момент с субподрядчиками. Таким образом, заказчик, приходя к нам, он полностью убирает в себя головную боль, он получает дизайн проект, ландшафт и отделку качественную, великолепную. Заказчики очень довольны. Что им можно еще рассказать из особенностей менталитета? Очень важно для дизайнера хорошо выглядеть, выглядеть достойно. Если вы вдруг начинаете работать с заказчиком с Востока, пожалуйста, обратите внимание на ваш внешний вид. Вы должны выглядеть дорого, у вас не должно быть никаких открытых коленок, плечей и декольте. Вы должны выглядеть достойно, потому что как они считают? Они считают, что если дизайнер не может достойно себя преподнести, иметь какие-то достойные аксессуары, хорошую одежду, значит, он плохой дизайнер. Значит, он не может заработать денег своим ремеслом, чтобы позволить себе достойно выглядеть. Поэтому это очень важно учитывать в работе именно с восточными заказчиками. Причем это касается, я могу сказать, это касается не только людей из Каира, Эмираты, Саудовская Аравия, Турция. Все они мыслят так же. Почему я это знаю? Потому что на данный момент в Египте мы работаем не только с египтянами. Очень много людей, говорящих на арабском языке, так называемых людей из района Гальф-Эреа, стран залива, это вот Кувейт, Саудовская Аравия, Ливан, Судан, то есть вот эти вот богатые страны, которые стоят на нефть, они очень любят покупать недвижимость, инвестировать в Египет. Потому что там недвижимость хорошая, недвижимость недорогая. И для них они могут позволить себе жить там просто вот как короли. Цены гораздо ниже, и у нас много заказчиков. Вот на данный момент я делаю виду заказчику из Ливана, и это работник посольства Ливанского. То есть очень интересно. И у них, конечно, тоже свои особенности. Они просят сделать какую-то гостиную в арабском стиле и так далее. Ну, это уже какие-то другие моменты. Я покажу вам еще жилые комплексы, как они выглядят. Лейк-Фью. Это жилой комплекс в Новом Каире. Ну, название говорит само за себя. Вы видите, здесь по центру организовано какое-то такое озеро. И дома, виллы вокруг, они имеют выход и вид на это озеро. Можно хорошо прогуляться, пробежаться. Там обязательно будет предусмотрен какой-то ресторан, какие-то беседочки, где вот вы непосредственно можете... Ну, люди, которые проживают на территории жилого комплекса, они непосредственно могут выйти, погулять, пробежаться им никуда, собственно говоря, идти не надо. На территории жилого комплекса будет все. Будет магазин, будет ресторан, вы можете заказать услуги прачечной, кулинарии и все-все, что угодно. Так, дальше. Как правило, жилые комплексы вот в этих элитных районах, про которые я говорю, они представляют из себя виллы. Но в том числе есть и вот такие дома многоквартирные. Вот видите, такой очень милый жилой комплекс. Вот эта вот верхняя фотография слева, мы делали квартиру в этом доме. Такой домик в американском стиле. Прекрасные квартиры внутри. Территория жилого комплекса просто имеет великолепное озеленение. Ну, вы представляете, то есть Египет – это пустыня. И они уделяют огромное-огромное внимание для того, чтобы сделать красивый ландшафт. Это стоит дорого, но это просто обязательное условие любого приличного жилого комплекса. И бассейны. То есть если это жилой комплекс, в котором дома представляют у себя и виллы какие-то частные, организация бассейна будет заниматься непосредственно сам заказчик. Мы, дизайнеры, будем ему с этим помогать. А если это жилой комплекс многоквартирного типа, там будут бассейны для общего пользования. Грубо говоря, вот то, что вы видите сейчас на фотографии снизу. Вот еще один красивый пример великолепного жилого комплекса в Новом Каире. Рилиад Абдул-Азиз. Шикарный жилой комплекс. Вы видите, здесь прекрасные дорожки. Как правило, в таких жилых комплексах вас довезут до вашей квартиры на Вольф-Каире. Уровень, на самом деле, уровень великолепный. Это не то, что мы привыкли видеть, приезжая в Египет, как туристы в какой-то отель. Жилые комплексы просто прекрасные. И там действительно, когда туда приезжаешь, там приятно находиться, приятно работать с такой недвижимостью. Просто великолепно. А что можно еще рассказать из особенностей работы заказчиками? Как правило, дизайнеры в Египте делают все. Они делают дизайн-проект, и они точно так же должны сделать дизайн-плитки и разработать дизайн мебели. И мы делаем это в том числе. Для меня это было шоком, когда я начинала работу. То есть я не понимала, как я веду заказчика в салон-плитки, в какой-то классный салон, где можно найти разные сорта мрамора и так далее. Но они не делают дизайн-проекты. Иногда делают, но делают только самые-самые крупные фирмы. Поэтому я как дизайнер всегда готова к тому, что в наш дизайн-проект также включен проект разработки плитки и проект разработки мебели. Мы сотрудничаем с мебельными дизайнерами. Даже с нашими белорусскими, мы отдаем на аутсорс, они нам делают именно правильный дизайн-проект мебели. Стоимость дизайн-проекта в Египте, в Каире, начинается от 10 долларов за метр квадратный. На самом деле это близко к тому, что сейчас происходит в Минске. Я, конечно, понимаю, что для людей из Питера и Москвы это просто, наверное, какие-то смешные суммы. Но, к сожалению, люди... В Каире непосредственно у них нет еще культуры такой понимания того, что дизайн-проект, он необходим. Люди обращаются к дизайнерам, и вот они не понимают вообще, они не понимают всю ценность услуги, которую вы для них предоставляете. Можно иногда встретить шикарную виллу, которая стоит просто шестизначные суммы в долларах, и в итоге вы увидите, что дизайн-проект делает для этой виллы просто-напросто строитель, и его жена, жена заказчика, она просто-напросто помогает. И в итоге получается, что вбуханы сумасшедшие деньги, а дизайн-проект как таковой не сделан, и внутри интерьер получается очень скудный. Но на данный момент, на самом деле, культура дизайна развивается. Я даже обратила внимание, что вот за последние три года работы в Каире все больше и больше заказчиков приходит, и они обращаются к нам, они понимают ценность услуги дизайна интерьера, и они также начинают ценить работу дизайнеров. Ну, еще вот три года назад вообще было очень страшно. Но с другой стороны, это плюс, потому что мы, грубо говоря, мы первопроходцы. Рынок огромный. Когда я въезжаю в Каир, я просто проезжаю по городу, и я поражаюсь тому количеству недвижимости, там целые города, громадные города, которые строятся, и вся эта недвижимость, она должна быть отремонтирована, то есть там должна быть отделка, должен быть дизайн проекта. Поэтому отчасти, возможно, и неплохо будет работать на таком рынке, где вообще культура дизайна интерьера только зарождается, и, грубо говоря, мы одни из первых. И лично я, как дизайнер интерьера, который приезжий, который из Беларуси, для них это дизайнер европеец, очень сильно прислушиваются заказчики к моему мнению. Они горды тем, что с ними работает дизайнер не египетский. На самом деле прислушиваются, уважают мнение, и работать с такими заказчиками очень приятно. То есть очень уважительное отношение. Непосредственно к чему я привыкла, и что для меня было в новинку при работе с рабскими заказчиками. Они очень сильно и очень часто меняют свое мнение. И они очень и очень медлительны. Непосредственно, вот если вы столкнетесь с этим в наших странах, если будете работать с заказчиком из какой-то восточной страны, вы поймете это. И в Минске у меня точно так же было с заказчиками, чего я не понимала. Вот я, например, я такой человек, если я сказала, что у меня проект будет сделан вот в эту дату, я не буду спать ночами. И мои дизайнеры не будут спать ночами, но мы проект сделаем к этому дню. А для Египта вполне нормально. Пожалуйста, там неделя задержки, две недели задержки. Это вполне естественно. Никто не торопится, люди неторопливые. Но причем заказчик будет гнать тебя в шею, он будет тебе говорить, что вот, мне нужна планировка завтра, мне надо согласовать это со строительной компанией, вот сделайте мне завтра. Ты будешь не спать ночью, ты будешь делать это завтра. А в итоге заказчик согласует этот план только через неделю, через две. То есть просто вот, ну, это особенности менталитета, и это особенности менталитета всех восточных людей. Вы встретите, я просто работала с разными, я вот вам очень рекомендую обратить на это внимание и просто не нервничать и быть готовым к тому, когда вас гонят в шею. Да, поторопитесь, но не смертельно, если вдруг вы задержитесь и сдадите проект немножко позже. Главное предупредить, конечно, главное быть профессионалом своего дела, но надо понимать, что когда они просят вас сделать завтра, заказчик сам готов к тому, что вы сделаете через неделю. Это нормально. И точно так же заказчики очень часто меняют свое мнение. То есть вот сегодня он хочет одно, завтра он захочет другое, послезавтра он захочет третье, к этому надо быть готовым. И это очень важно прописать в контракте, что, например, мы делаем дизайн-проект, мы делаем 2-3 варианта планировки, ну, это вот как работаем мы, и непосредственно с 3D-визуализацией мы делаем 2 варианта 3D-визуализации. Третий вариант – это просто какие-то правки, которые, ну, мы можем поменять цвет, немножечко где-то подвигать шторки и так далее. А вот если заказчик хочет поменять еще раз, за дополнительную стоимость. Потому что иначе будете просто-напросто переделывать до бесконечности. И вот в Минске я с этим сталкивалась, никто меня тогда не предупредил, а вот если бы я знала, на самом деле сэкономило бы и свое время, и свои нервы, и вообще работа шла бы гораздо легче. Что еще можно сказать про недвижимость в Каире, вообще про сами дома? Для меня стало открытием, на самом деле, то, что дома, вот у вас просто стоит голая коробка, никакого утепления, сторона теплая. Пирог стен абсолютно не такой, как у нас. Он отличается. У вас просто кирпичные стены, а штукатуренные, никакого утепления нет. Точно так же в странах, в теплых странах, это вот и все страны залива, и точно так же в европейских странах, таких как Греция и Испания, это непосредственно то, с чем я имела дело, нет центрального отопления. То есть, заказчики, жильцы домов, сами обеспечивают себя горячей водой. И, то есть, это обязательно, это один из самых важных моментов, предусмотреть систему бойлеров. Это важно оговорить заказчикам, какого варианта вообще бойлеры он хочет установить. То есть, это какие-то отдельные, малого литража для каждого санузла, либо это какой-то центральный бойлер, который, как правило, установлен на крыше. Вот это очень важно оговорить. И кондиционирование – это второй важный момент. Страны жаркие, для них вообще вот самое важное, что дизайнер должен предусмотреть, и то, на что заказчики не скупятся, это кондиционеры. Это вот Жене было бы очень интересно работать в таких странах, потому что, я знаю, непосредственно занимается кондиционированием. Наверное, самый востребованный продукт в арабских странах. Причем зимой температура, летом, понятно, то есть кондиционер работает на охлаждение, а зимой довольно-таки холодно. Например, в Каире зимой температура опускается до 5 градусов. И представьте, у вас стены без утепления, вам холодно просто-напросто. И для этого мы используем кондиционеры для обогрева. То есть очень важно тоже предусмотреть, то ли это будет сплит-система, мульти-сплит-система, центральное кондиционирование. Это очень важно. Это очень важно предусмотреть в дизайн-проекте. Еще такая вот фишка, которой я не была готова, но я вот привыкла и уже нормально к этому отношусь. В домах, как правило, нет вент-канала. Вентилирование, оно, в принципе, не предусмотрено пассивно. Вы должны его организовать. Санузлы, как правило, имеют окна. То есть дом проектируется таким образом, что в каждом санузле, даже если их там 5 в квартире, в каждом будет окно. В редком случае в каких-то многоквартирных домах либо в отелях, да, там будут предусмотрены вент-каналы. То, к чему мы привыкли. А как правило, нет. И даже вот, когда мы работаем, делаем какую-то планировку для какой-то виллы, они не дают нам перенести санузел. Управляющая компания жилого комплекса, прежде чем сделать перепланировку, надо согласовать эту перепланировку. Они не дают, они не разрешают. Обязательно должно быть окно. Вот для меня это стало такой вот неожиданностью, но, в принципе, уже привыкли, работаем с этим. Так, что еще могу сказать? Вот, смотрите, следующий слайд. Это то, как сдается недвижимость. Вот вы видите никаких оштукатуренных стен, как мы привыкли. Причем то, что вы видите на слайдах, это мои объекты непосредственно. И это объекты довольно-таки крутые, дорогие в жилых комплексах, дорогих, хороших районах. И вот, как вы видите, стены не оштукатурены. Вы видите все это безобразие. То есть к этому изобразию мы уже привыкли. Работаем и наводим красоту. Превращаем вот такие вот коробки в красивые, замечательные интерьеры. На самом деле еще проблема в том, что очень сложно найти хороших застройщиков, не застройщиков, а строителей. Да, застройщиков, в принципе, в том числе. Есть специалисты своего дела, но их мало, их сложно найти, и они стоят дорого. Мы стараемся работать непосредственно с такими специалистами. Вот. Что еще можно вам рассказать про недвижимость и про работу в Каире? Ну, наверное, вот как-то основные какие-то такие понятия дала. Если кому-то будет интересно, если вдруг, ребят, вам доведется работать с заказчиками с Востока, на первом слайде был показан мой e-mail. Этот вебинар будет в записи. Пожалуйста, обращайтесь. Люблю делиться опытом. Всем подскажу, помогу, поделюсь своими знаниями. Расскажу, как лучше вообще себя подать, преподнести, как лучше общаться, как себя подавать заказчику, и как вообще лучше сделать дизайн проекта. Всем подскажу, помогу. Если есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, их в чат, потому что я дальше перейду ко второй части вебинара, непосредственно к разбору жилого комплекса. Если есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, в чат, я вам отвечу, или переходим дальше. Я подожду. Так, хорошо. Значит, переходим дальше. Расскажу вам об одном из самых моих любимых проектов. Проект называется Гавайи Резорт. Это проект жилого комплекса на Красном море. Это жилой комплекс, который будет включать в себя 11 зданий. Одно из зданий будет бутик-отелем. На территории жилого комплекса будет расположен ресторан, спа, тренажерный зал, шикарная система бассейнов. И вот немножечко расскажу вам сейчас про эту работу. Вот что представляет из себя наш жилой комплекс. Показываю вам слайд. Как видите, название говорит само за себя. Жилой комплекс Гавайи, Резорт, тропическая тематика, каскад бассейнов, домики такие вот замечательные, в тропическом стиле. Или вы можете видеть бунгало деревянное. Вот на данный момент моя фирма, мы занимаемся разработкой дизайн-проекта. И не только. Мы выступаем в качестве маркетинговой фирмы для этого жилого комплекса. Мы делаем абсолютно все, начиная от дизайн-проекта, заканчивая маркетинговыми материалами. Билбордами, баннерами, журналами, каталогами. Мы сделали видеоролик, мы сделали веб-сайт, разработали. Для меня это, как дизайнера, был очень интересный такой опыт, новый опыт. Я просто вот в восторге от этого проекта. На данный момент мы разрабатываем этот проект, и у нас уже поступают заказы на другие проекты разработки жилых комплексов. Когда люди видят то, что мы сделали, наши 3D, наши маркетинговые материалы, наши стенды, делали абсолютно все для рекламы, заказчикам нравятся, и вот к нам сейчас приходят и обращаются с просьбой сделать то же самое для других жилых комплексов. На самом деле, я очень этому рада, это интересная работа, это масштабная работа, и я надеюсь, что в дальнейшем, вот прямо сейчас, мы недавно отправили, 3 дня назад, буквально коммерческое предложение одному из застройщиков, я надеюсь, мы возьмем еще один проект и будем работать с еще одним жилым комплексом. Расскажу вам немножечко непосредственно о самом комплексе. Гавайская тематика, вы уже поняли. Проект расположен в замечательном районе Египта, Сахальхашиш. Это район Хургады. Район, это как такой вот небольшой пригород Хургады, элитный район, он расположен непосредственно на огороженной отдельной территории, территория за забором, ехать туда можно только через чекпоинт. Территория шикарная, везде все чисто, аккуратно, красиво. Это такой европейский, египетский город. Вот, спасибо, Юлия пишет, что было чудесное место. Да, Юлия, я с вами согласна. Место просто великолепное. Место, на самом деле, вот сейчас такая ситуация, в стране кризис. Я думаю, все слышали про то, что происходит на данный момент в Египте, и туристов мало. К сожалению, произошла такая ситуация с российским самолетом. На данный момент еще не открыли авиасообщение с Египтом из России. И на самом деле, это очень печально, потому что наши люди любят Египет. Им нравится туда прилетать, им нравится менталитет, им нравится сервис. Отдых недорогой, шикарное море. И вот этот вот туристический район непосредственно я вам всем рекомендую, если вы поедете в Египет в следующий раз, обратите внимание. Шикарные пятизвездочные отели, шикарные пляжи, все просто великолепно и красиво. Вы не встретите там людей, которые будут вам приставать к вам, заставлять купить сувениры. Такого не будет. Вот. Такой замечательный район. Я немножечко покажу фотографии еще. Следующий слайд. Вот. Сама территория, сам район Сахальхашиш, он расположен на берегу залива. Абсолютно чудесного. Море просто шикарное. Прекрасные песчаные пляжи. Длинный променад, по которому люди бегают, катаются на велосипеде, катаются на гольфкарах. Вообще прекрасно можно прогуляться. Вдоль этого променада расположены отели, как правило, это все звездочные отели. Шикарные, хорошего уровня. И в том числе прекрасные рестораны. То есть вы найдете всегда чем заняться. Наш жилой комплекс расположен вот именно в этом замечательном районе. Вот еще один слайд. Это фотография района. Старый город. Тоже вот там очень красиво. Такая арабская архитектура. Такие фонтанчики замечательные. То есть очень приятное место. То есть проект, над которым мы сейчас работаем, я считаю, что это очень достойный проект, который расположен в достойном месте. Я вот... Просто для меня это шикарный опыт. Я очень довольна, что мы работаем над этим проектом. Так как район застраивается, да, там уже функционируют какие-то жилые комплексы, отели и так далее, но в то же время еще очень много строительных площадок. Вот то, что я вам сейчас показываю, это строительная площадка одного из отелей. Видите, вот она вроде как строительная площадка, но очень аккуратненько. Везде все зелененько, нигде вы не увидите никаких там прям таких страшных лесов, грудь, мусора и так далее. Все очень красиво и аккуратно. Как вообще мы начинали работать над этим жилым комплексом? Мы как дизайн фирма и как организация, которая взяла на себя крупную ответственность по разработке маркетинговых материалов, видео, веб-сайта и так далее, мы принимали участие в разработке жилого комплекса с самого начала. Прямо даже идею мы придумывали. Идея какой-то гавайской тематики, мы ее придумывали нашей фирмой, подавали заказчику, заказчику понравилось и вот мы начали работать в этом направлении. Мы нашли архитектора, который представил нам тоже великолепные какие-то идеи. Дальше я вам сейчас покажу, как вообще все начиналось. Все начиналось вот с такого вот наброска на бумаге. Это генплан, который архитектор предложил просто-напросто рисованный на бумаге. Вы видите, это территория нашего жилого комплекса. По центру каскад бассейнов, там какие-то по центру стоят бунгало, 11 зданий, здания разные. Первый ряд, вот снизу, которые дома от 1 до 4, они представляют в себя таунхаусы. У таунхаусов на первом этаже свои какие-то бассейны, вот именно частные бассейны. Но помимо всего прочего, на территории жилого комплекса расположены бассейны, которые для общественного пользования с прекрасным ландшафтом. На данный момент вообще что происходит? Вот наш жилой комплекс, он находится в этапе разработки. Вот как раз таки завтра будет проводиться лаунчинг. Это презентация проекта на рынок непосредственно Египта. Мы для этого готовились довольно-таки долго. Мы подготавливали маркетинговые материалы, каталоги, брошюры, запускали рекламу, делали рекламу на радио, делали рассылку, смс-рассылку, е-мейл-рассылку и так далее. То есть там проведена колоссальная работа. Вообще в Египте такая конкуренция в плане недвижимости, и в туристических районах очень много недвижимости, что надо как-то постараться выделиться. И мы для этого все делали. И я непосредственно принимала участие вот, наверное, во всем. Ни один баннер, ни один каталог и ни одна брошюрка не вышла в печать без моего одобрения. Для меня это был колоссальный опыт. И на самом деле я просто в восторге. Мне очень понравилось работать таким образом. И я надеюсь, что дальше мы будем выходить на такие же проекты. Значит, вот с этого карандашного наброска начался наш проект. Показываю дальше. Это уже непосредственно генплан, который сделан уже соответственно со всеми пропорциями в Автокаде. Вы видите, не особо изменилась вообще сама структура жилого комплекса от того, что было на наброске. Потому что архитектор вообще сразу предложил классную идею. 11 зданий. Здание номер 9 вот по центру сверху. На данный момент мы его разрабатываем и делаем дизайн-проект бутик-отеля. Пока я вам его сегодня не покажу, потому что в разработке на данный момент находится. Но на данный момент уже готовы дизайн-проекты типовых квартир, бунгало. Дальше я покажу вам, как это выглядит, что мы придумали, как это красиво. Жилой комплекс расположен на второй береговой линии. И вот если вы обратите внимание, все дома имеют такую вот елочку и структуру. Это сделано для того, чтобы каждый балкон имел вид на море. Вот очень часто отели так проектируются. То есть с каждого балкона будет вид на море. и с большинства, скажем так, конечно, на первом этаже там не получится, а с верхних этажей будет. Вот. И на самом деле для чего это сделано? Во-первых, любому человеку, любому покупателю приятно иметь вид на море, а еще это повышает стоимость непосредственно самой недвижимости. Потому что вид на море стоит дорого. И вообще, если говорить о продаже недвижимости, вы продаете саму квартиру и продаете вид. И вот задача дизайнера и задача архитекторов вот именно спроектировать дома таким образом, чтобы из большинства квартир был красивый вид. То есть у нас получается море, оно вот снизу находится, сверху и справа это будут поля для гольфа, что тоже считается элитным и престижным. А вот слева, там за забором, там будет другой жилой комплекс. Но в целом расположение просто прекрасное. Только лишь с одной стороны, вот только дома номер 5, 6, 7, вот у них с левой стороны будет вид на, там частично будет вид на море и частично на другой жилой комплекс. Все остальные квартиры будут иметь шикарный вид. Вот, идем дальше. Ребят, вообще буду очень благодарна, если будете писать какие-то комментарии в чат, потому что для меня это первый опыт ведения вебинара и довольно-таки странно разговаривать с монитором. Поэтому буду благодарна за какие-то комментарии, буду рада ответить на вопросы и услышать ваше мнение. Нравится, не нравится, интересно, неинтересно. О, Женя, спасибо. Значит, так, следующий слайд это непосредственно территория нашего жилого комплекса, над которым мы сейчас работаем. вот вы видите на верхней картинке моря, то есть в непосредственной близости. На данный момент строительная площадка еще не разрабатывалась. Начало строительства назначено на первый квартал 2018 года. То есть вот уже очень скоро буквально начнется стройка. Я очень волнуюсь на этот счет, потому что я буду вести этот проект от начала до конца. И вот, ну, вы видите, интересное место, вы увидите там такую вот холмистую структуру. Вообще весь жилой комплекс будет расположен на возвышенности. Какие-то дома будут располагаться ниже, какие-то выше. Соответственно, очень интересно будет выстроен ландшафт с каскадом бассейнов, с водопадами и так далее. Должно получиться просто замечательно. Ну, то есть вот пока то, что есть. Вот на данный момент я буквально две недели назад вернулась из Египта. Я специально сделаю эти фотографии для того, чтобы показать вам. Я знала, что я буду проводить вебинар. И вот я отфотографировала, чтобы показать, что на данный момент происходит. Так, значит, идем дальше. Вот еще одна 3D-визуализация нашего жилого комплекса. домик наверху это самый такой классный, дорогой дом, потому что там непосредственно расположен большой бассейн, вот если вы видите там зонтики, стоят лежаки такие, то есть это будет очень классный большой бассейн с видом на море и непосредственно все квартиры будут иметь вид на море. И на крыше расположен джакузи для вот именно верхнего этажа, четвертого этажа, по местным меркам третьего, у квартиры сверху будет выход на море непосредственно, на джакузи непосредственно. Там будет стоять барбекю и барбола, будет все обустроено, будет все очень классно. Квартиры дорогие, вот это самые дорогие квартиры в верхнем доме. Знаете, с чем мы столкнулись? Вот такая проблема и вот мы на данный момент ее решаем. Вот вы видите, что ландшафт выстроен на такой гористой, холмистой структуре и вот как было поступить с домами, которые на первом этаже, с квартирами, которые на первом этаже расположены. Получается, ландшафт частично закрывает некоторые квартиры. Что мы очень долго над этим думали и что мы придумали? Я вам сейчас покажу на следующем слайде. Вот посмотрите, то есть, квартиры и виллы в том числе, то есть, у нас вообще жилой комплекс представлен апартаментами типа студия, одна спальня, one bedroom, two bedroom, то есть, это вот немножечко тоже такое понятие, которое нам непривычно. Мы говорим однокомнатная квартира, но там это one bedroom, вернее нет, то есть, однокомнатная даже скорее студия, а вот наши двухкомнатные, когда у нас есть гостиная и кухня и плюс спальня, это one bedroom. То есть, в нашем жилом комплексе квартиры будут представлены студиями, апартаментами типа one bedroom, two bedroom, виллами, мы называем их вилла-тропикана, то есть, грубо говоря, это townhouse, ну, со своим бассейном, со своей территорией, со своим каким-то кусочком ландшафта, который будет отдан в пользование владельца квартиры. И точно так же у нас еще будут бунгало. Вот, это тоже что-то такое очень необычное, было интересно разрабатывать дизайн-проект. То есть, вот на этом слайде вы видите, как мы решили проблему вот этого перепада высот в ландшафте непосредственно. вот вы видите, что идет такая вот лестница вниз к квартире и вот, жалко, я вожу мышкой, но не видно, не могу вам показать, но вот вы видите, что утоплена такая вот небольшая территория, именно огороженная для владельцев квартир на первом этаже, то есть, они там смогут выйти, посидеть, сделать барбекю, посидеть на свежем воздухе, и никто извне на эту территорию не зайдет. То есть, таким образом, мы как бы делаем какой-то плюс для владельцев квартир на первом этаже, чтобы им не было видно, что вот у них прям нет вида никакого, вот вид на эту стену, но зато свой участочек. Так, иду дальше. Ну вот, еще один вид на ландшафт. Сразу скажу, я дизайнер интерьера, ландшафт разрабатывался архитектором, но я и моя фирма, мы принимали непосредственно участие, вообще, в принципе, мы выступали подрядчиком на этом объекте. Все архитекторы, это были архитекторы, которых нашли мы, мы пригласили, и мы за них несем ответственность. Вот, и, безусловно, все это контролировалось, мы правили 3D, мы правили ландшафт, то есть, проделана работа большая. Вот эти 3D, непосредственно ландшафт, ландшафт разрабатывала архитектурная фирма наши партнеры. Вот, вот такой у нас жилой комплекс. Вот это непосредственно здание, про которое я говорила, которое расположено наверху. Вообще, кому интересно, вы можете зайти на наш веб-сайт, я показывала слайд, я потом к этому вернусь, govai.shish.com там есть вообще вся необходимая информация, веб-сайт на английском и на русском языке, вы можете пройти там, у нас там есть 3D-туры, гораздо большее количество картинок, все планировки, если кому интересно, там очень хорошо и красиво детально разобран жилой комплекс, и в принципе, вообще веб-сайт очень классный, такой интересный, красивый, вот я считаю, что он такой в теме, прямо в теме этого жилого комплекса, такой передает гавайскую тематику, очень интересно. То есть, если кому вот будет интересно, зайдите, посмотрите там более детально. Идем дальше. Вот это здание, которое вы сейчас видите на слайде, это ресепшн жилого комплекса, обязательно, всегда, любой жилой комплекс в Египте и не только в Египте, в том числе, я могу говорить смело про Эмираты, потому что на данный момент мы пытаемся выходить на этот рынок, мы ездили туда несколько раз, мы общались с консалт-офисами, с офисами архитектурными, и мы пытаемся на данный момент брать работу из Дубая. Вот, и я просто вижу, что очень много общего в работе, вот как мы работаем в Египте, и то, как ведется работа в Дубае. Единственное, что, конечно, в Дубае культура дизайна, дизайна, в принципе, она уже очень хорошо развита, и люди, там очень много приезжих, люди понимают, что стоит обращаться к дизайнерам, стоит заказывать дизайн-проект, и, вот, ну, к сожалению, в Каире пока такого нет. Вот, но опыт, он вот, который я получила на протяжении последних лет работы в Каире, он мне очень сейчас помогает при поиске заказчиков из Дубая. То есть, вот это наш ресепшн, он прямо расположен на въезде в жилой комплекс, там будет круглосуточная служба, когда будут находиться какие-то люди, партия и так далее, кто вам поможет привезти сумки, кто вас подвезет на гольф-каре к вашему домику и так далее. Ну, не вас, а непосредственно владельцев квартир. Дальше, вот еще один вид на этот ресепшн, то есть, какая-то будочка для секьюрити, это обязательное условие, обязательно должно быть, на въезде в любой жилой комплекс. И вот непосредственно наш ресепшн, вот это вот длинное такое здание и дизайн проекта, вот именно интерьера внутри мы пока не разрабатывали, мы оставили это немножечко на потом. Но вот скоро, когда начнется строительство, уже непосредственно приступим. Будет очень интересно, там тоже будет такая гавайская тематика, уже в принципе есть наметки, должно быть красиво. Вот это вид с крыши, с верхних зданий, которые расположены именно непосредственно наверху нашего жилого комплекса. Вы видите, там будет предусмотрено джакузи, диванчики такие, вот просто будет замечательно и интересно. Кстати, я вот вижу, меня смотрит замечательная девушка из Кипра, владелица агентства по недвижимости в Кипре. Олеся, я думаю, тебе будет очень интересно посмотреть вот сейчас то, что я рассказываю. В принципе, я тебе сейчас тоже провожу такую презентацию, и ты сейчас увидишь, что представляет из себя наш жилой комплекс. Вот, потому что я тебе рассказывала пока только на словах. Вот такой замечательный вид будет с крыш. И доступ на эти крыши будет у владельцев вот именно квартир на верхнем этаже. Так, идем дальше. Вот это здание, это здание, деревянное здание, там будет располагаться спа и тренажерный зал. А снизу парковочные места. На самом деле мы столкнулись с такой проблемой в разработке этого жилого комплекса, что вот по требованиям вообще непосредственно по строительным нормативам и вообще по нормам того, что должно быть в жилом комплексе в Египте, должно быть определенное количество парковочных мест, чтобы вот все жители жилого комплекса вот у них было место для парковки. Хотя на самом деле это не нужно, потому что, как правило, кто покупает квартиры в таких жилых комплексах, это люди обеспеченные, для кого эта недвижимость на море это будет просто второй дом. Куда они будут на зиму отправлять свою семью либо приезжать сами. И машин, как правило, у людей не будет, но парковочные места нужно было предусмотреть. поэтому вот снизу, вот у нас там парковочные места в этом здании, они будут расположены снизу, и плюс мы сделали такую парковку, что вот все наши дорожки, вот все дороги, которые расположены в жилом комплексе, которые вот, собственно говоря, для передвижения от одного здания к другому, там тоже вот предусмотрено место для парковки в один ряд. Но машины там стоять, я думаю, не будут. Вот на самом деле их не будет, но мы так предусмотрели. Это на генплане было видно. Вообще, на территории жилого комплекса будет несколько гольфкаров, которые будут привозить жильцов снизу вверх, если особенно человек пожилой, будет тяжело дойти, потому что жилой комплекс большой и холмистый, надо будет как-то передвигаться с нижних уровней к верхним уровням, поэтому у нас будут гольфкары. Плюс эти гольфкары будут довозить людей на пляже. Это тоже мы предусматривали, думали, где это все располагать и так далее. Так, идем дальше. Ну, вот просто это еще один, еще одно здание, здание номер 10. Опять же, вы видите, что на крыше расположено джакузи. Снизу, вот первые этажи, вот фронтальные этой линии, это виллы. И вот вы видите, что они с частными со своими бассейнами. Вот, это уже абсолютно замечательно. На следующем слайде представлен непосредственно участок, который будет располагаться перед нашим жилым комплексом. Сам жилой комплекс на второй береговой находится. А вот это вот первая береговая и вот этот вот кусочек, который вы видите, где написано Гавайи, этот кусочек земли будет принадлежать нам и там будет располагаться бич-бар и ресторан, которым жители жилого комплекса смогут пользоваться в свободном доступе. А также люди из меня могут приезжать, смотреть, отдыхать, заказывать там коктейли и так далее, пользоваться просто как рестораном и бич-баром. Вот, дизайн-проект ресторана, так вот, сейчас я дальше покажу. То есть, вот непосредственно это вид сверху, деревянное здание это ресторан, а здание, а вот эта зона под навесом это просто часть как бы бич-клаба такого. Там будет очень классно, уютно, вид на море и так далее. И дизайн-проект, мы сделали архитектуру, а дизайн-проект непосредственно ресторана на данный момент он еще будет разрабатываться. Так что работы предстоит еще много. Это вид на наш жилой комплекс сверху. конечно это 3D, но будет красиво на самом деле, будет очень похоже. Бассейны будут подсвечиваться, пальмы будут подсвечиваться, ландшафт будет тоже красиво подсвечиваться. Мы делаем специальный отдельный дизайн-проект именно непосредственно на ночную подсветку зданий и ночную подсветку ландшафта. Бунгало. Дальше я непосредственно перейду к дизайну, именно к дизайну. именно интерьеров, то есть это моя специализация, то есть я вам в целом обрисовала вообще картину жилого комплекса, какая там схема, то, что из себя представляет жилой комплекс, какая работа проделана. Дальше я перейду непосредственно к интерьерам, к тому, что делали мы как дизайнеры. На территории жилого комплекса расположены 6 бунгало, и эти бунгало вы видите на воде, то есть будет вот именно такая атмосфера именно тропических бунгало, и мы разрабатывали как экстерьер, так и интерьер этих бунгало. Вот сейчас следующий слайд, вы можете посмотреть интерьеры, как они выглядят внутри. Это вот написано наше бунгало. Внутри очень много места, это такой мизонет, спальня располагается на антресольном этаже, внутри вообще само здание будет деревянным, опять же не будет предусмотрено никакого уцепления стен, окна будут зеркальными снаружи, для того, чтобы просто вы не жили как в аквариуме, и чтобы заказчик чувствовал себя покупателем, владелец этой недвижимости комфортным. Дом будет из экологически чистых материалов. Что касается мебели, вообще, домик будет спасибо. Значит, что касается непосредственно того, как эти жилые объекты будут продаваться, отделка уже будет сделана, санузлы, сантехника тоже уже будет готова. А вот что касается мебели, мы разрабатываем, ну, уже частично разработали непосредственно какие-то мебельные пакеты, которые будут предлагаться заказчику за отдельную стоимость. Для этого мы съездили в Китай, тоже очень для меня был такой интересный опыт, поездка в Китай, покупка мебели. Да, Татьяна, зеркальные окна ночью теряют свою функцию. Ночью для этого у нас будут, как вы видите, на окнах жалюзи, безусловно, ночью будет видно, что происходит, но днем, пока свет, то есть не хочется держать окна закрытыми. Для этого зеркальные окна, они просто огородят жильцов от посторонних чужих взглядов. А что касается ночью, будут автоматические жалюзи, которые будут автоматически открываться. Да, похоже на шале, все правильно. Бунгало, шале, в принципе, одна и та же идея. Продолжу свою мысль. Мы ездили в Китай, мы встречались с фирмами, которые предлагают непосредственно мебельные какие-то пакеты, через кого можно заказать и привезти это все в Египет. Тоже очень такой интересный опыт. Это была первая ознакомительная поездка. Мы поедем еще раз в Китай и мы поедем еще в Индонезию, потому что я непосредственно сама путешествовала по Индонезии в этом году. Мне было интересно посмотреть на тропические отели, на тропические интерьеры, на какие-то классные жилые комплексы на Бали. Я объездила все, меня все посмотрела, вдохновилась и поняла, что мебель на данном этапе, если заказывать из Китая, Китай дороже, чем в Индонезии. Поэтому, возможно, через год мне предстоит длительная поездка в Индонезию, где мы будем искать поставщиков, людей, которые смогут предоставить нам мебель для нашего жилого комплекса, которые мы будем предлагать заказчикам в качестве пакетов. Идем дальше. Следующий интерьер, это интерьер спальни на антресольном этаже. интерьер. Старалась все делать уютненько, в теплых оттеночках, в теплых цветах, с такими тропическими решениями, с тропической мебелью, ротанг, дерево, экологически чистые материалы. Мне кажется, получилась очень уютная спальня. Я не против была бы жить в такой спальне. Мне кажется, классно. Вот значит, дальше. Вот непосредственно самый антресольный этаж, небольшой, уютненький, там нашлось место для шкафа. Обязательно элементом тропического интерьера являются так называемые вентиляторы светильники. Причем это можно встретить везде. Это можно встретить в любом тропическом интерьере. Если вы поедете куда-либо на Бали либо в Таиланд либо во Вьетнам вы там увидите вот это решение. Это очень удобно на самом деле и красиво. У нас это будет идти, заказчики когда уже будут покупать квартиру, то есть вот эти все вентиляторы они будут висеть со светильниками, то есть это уже включено в стоимость. И таким образом если заказчик решит сэкономить на системе кондиционирования, мы не будем предоставлять кондиционеры, они не будут включены в стоимость, но все выводы будут проложены. То есть если заказчик не захочет покупать кондиционер, потому что там как-то сэкономить на первое время, вот эти вентиляторы они послушат для вот именно охлаждения воздуха, то есть все равно приятнее будет находиться в помещении. Дальше это такая столовая зона, вы видите, вот это 3D визуализация, ландшафт немножечко будет конечно же другой, вы видели, как выглядит наш жилой комплекс, но вот эти окна, панорамные окна, вид на бассейн будет очень замечательно, поэтому зеркальные окна, что днем можно будет сидеть, наблюдать, что происходит извне, а изнутри вас никто не увидит, что происходит изнутри. Днем дальше. Ну это еще один интерьер, вид со входа, вид на кухню. Дальше сейчас на слайде вы можете видеть интерьер студии, студии очень много в жилом комплексе, три здания будут полностью включать в себя исключительно студии, студия у нас такая умная планировка, то есть есть зона и спальная зона, где расположена кровать, и зона дивана, что для студии на самом деле немаловажно, потому что грубо говоря у вас одна комната, но есть где и посидеть и есть где полежать и поэтому мы старались разрабатывать планировку с учетом того, чтобы получилась такая не просто студия с одной кроватью, а полноценная квартира все-таки. Вот видно кухню. Вообще какая стояла задача? Так как застройщик собирается сдавать квартиры, с отделкой будут аштукантурены стены, человек заехал просто поставил мебель и жил, плитка будет уже лежать, сантехника, санузлы будут готовы, светильники предусмотрены, они включены в стоимость, но все кроме мебели. Поэтому стояла задача в принципе сделать недорогой дизайн проект, вот обыграть, показать красивые картинки, но обыграть это с помощью мебели, потому что мебель будет включена как отдельная стоимость. сами стены, видите, это просто покраска, вот эта вот деревянная панель, которую ее не будет, она будет включена в мебельный пакет, то есть если люди захотят себе эту деревянную панель, она будет, они могут заплатить за нее дополнительно. Но в целом вы видите, просто вот оштукатуренные стены, покрашенный потолочек, плитка, плитка везде использовалась египетская, гаухара, есть очень неплохой такой производитель в Египте плитки, довольно-таки достойная плитка, гаухара. Мы ее использовали и в санузлах, и на полу. А вообще, в принципе, египтяне очень любят, и не только египтяне, вообще восточные люди, очень любят мрамор. И вот в виллах, не последовательно, когда это не второй дом, а основной дом, первый этаж, обязательно это будет мрамор. Мрамор стоит, вообще в Египте мрамор добывается, но состоятельные заказчики предпочитают, чтобы мрамор этот был привозной, итальянский какой-нибудь. Также активно используется гранит. То есть, вот те материалы, которые для наших стран, они очень дороги, и только заказчики уровня АА+, могут себе это позволить, в Египте нет. Мрамор это нормально, то есть, вы увидите и подъезды, выложенные мрамором, все отели, и дома, и квартиры, то есть, мрамор активно используется, как в санузлах, так и в отделке ресепшена, кухни и так далее. Значит, это вид со стороны входа на нашу студию. Вот такая вот кухонька с небольшим островком, за островком барные стулья, предусмотрен такой шкафчик довольно-таки вместительный, в котором будет располагаться бойлер, это о чем я говорила, всегда надо предусмотреть расположение бойлера. Вот, и, ну, кухня деревянная, и, в принципе, как бы на самом деле кухня, скорее всего, будет делать какой-то из местных поставщиков. Двери, шкафа, торс. На самом деле нет, это просто вот, мы будем делать на заказ. Это просто какая-то такая 3D-модель, мы будем делать, непосредственно встроенная мебель, будет делаться на заказ в Египте. и в Египте на самом деле дерево, это будет дерево, скорее всего, не шпон, и стоит это намного дешевле, чем это стоит у нас. Но вся мебель будет отдельно разрабатываться непосредственно на заказ под живой комплекс. Вот. Так, значит, идем дальше. Сейчас на слайде интерьер нашего таунхауса. тоже, видите, такая тропическая тематика, обычные белые стены, ничего сверхъестественного, на потолке вентилятор, какой-то, да, карниз деревянный просто для создания вот этого тропического настроения. Ну и, соответственно, весь интерьер обыгран непосредственно мебелью. И, то есть, весь дизайн тут вот состоит из мебели. Вот. Которая, ну, вот, это очень важно было предусмотреть, если вы будете работать вообще над дизайн проекта жилого комплекса какого-то, надо максимально удешевить отделку. И вот, именно, чтобы привлечь заказчика показать красивые вкусные картинки, приходится это делать за счет мебели. Вот это вот то, что мы непосредственно делали. Вот. Еще один вид на гостиную зону, зону столовой и кухни. Если вы вот обратите внимание, кухня здесь точно такая же, как была на слайдах, где показывала студию. То есть тот же материал, просто чтобы вот облегчить себе задачу. Заказчикам будет предложено буквально два варианта фасадов кухонных, вот они будут уже выбирать между ними владельцы недвижимости, кто будет покупать. И точно так же им будет предложена пара вариантов плитки, пара вариантов покраски стен. То есть вот, когда мы приступим к отделке, у нас уже будет такой, ну, коротенький тезе от заказчика. Чтобы понимать, ну, все-таки, чтобы дать какой-то выбор заказчику, чтобы вот себе не делать какую-то лишнюю головную боль, то есть буквально два варианта будет даваться. Еще один вид на кухню. Опять же, это первый этаж нашего дуплекса, нашего таунхауса. Спальня. Опять же, вы видите, вот такая тропическая тематика, все в теплых тонах. Мне кажется, получилось довольно-таки уютно и классно. И вот вся эта мебель, которая здесь, вот эти вот деревянные панели, ну, шкаф, конечно, сложный, но все это можно без проблем заказать в Китае и в Индонезии. Вот это мы будем делать. Еще один вид на спальню. А это гостиная второго этажа. Вообще, всегда, всегда, спасибо, Анастасия, очень приятно. На самом деле, всегда, всегда, в каких-то арабских интерьерах, как я уже говорила, и как в домах, которые, грубо говоря, такой секонд-хаус, где люди приезжают просто на какое-то летнее время, либо на выходные с семьей, либо дома, где люди непосредственно живут, обязательно делать две гостиные. Вот даже здесь, как вы видите, вот просто второй дом, но еще одна гостиная есть с телевизором, где часть семьи может располагаться на первом этаже, и вторая часть семьи или дети, вот они спокойно могут находиться на втором этаже, смотреть телевизор и не мешать взрослым. Это очень важное условие. Дальше. Ну, это еще один просто вид на телевизор, той же гостиной. Спальня. Спальня. Что касается спален, обязательно всегда предусмотреть так называемый мастер-бедрум. Всегда в доме либо в квартире должна быть одна хозяйская спальня со своим санузлом. Просто без этого никак. Вот у нас иногда без этого обходится, а там никак. Потому что взрослые родители, они не должны идти в санузел через какие-то коридоры, где там их дети могут заметить. Всегда обязательно спальня. Вот это мастер-бедрум тут не видно, но вот со стороны где стоит камера, там отдельный санузел. И вообще желательно даже дети имеют свой отдельный санузел. Вот очень сильно ценится вот именно эта приватность, приватность самой семьи и приватность каждого члена семьи в отдельности. Это очень важно и вот лично мне это импонирует. Я считаю, что это здорово. И вот я просто как даже просто как человек, как вот если бы я заказывала дизайн-проект у кого-то, я обязательно хотела бы свой отдельный санузел. И вот этому уделяется огромное внимание. Вот. Вот это вот мастер-бедрум было. А вот это детская. Две кроватки. То есть, ну, на самом деле мы будем учитывать пожелания каждого заказчика, если там квартиру будет покупать семья с одним ребенком, то есть эта спальня, она легко трансформируется. Мы берем одну кроватку, останется только, ну, вот останется одна кровать. На самом деле, вот, как правило, семьи арабские, они очень большие. Много членов семьи, вот, это тоже одна из особенностей, про которую я не сказала. Как правило, 8, 9, 10 членов семьи, и каждому надо угодить. Надо выслушать мнение каждого, надо подстроиться под каждого, каждому сделать какую-то свою спальню, свою зону, зачастую вот дом в классическом стиле, а каждый ребенок хочет что-то свое, там, кому-то лофт, кому-то контемпорарий, и получается, вот, у тебя такой дом миксовый. В целом, да, я стараюсь уговаривать делать стилистику, по крайней мере, первого и второго этажа, вот, общих зон living room и ресепшена в одну, как-то вот, все-таки, чтобы она была одинаковая, а спальня зачастую просто, как из других домов. И дети, они сейчас, вот, местные дети, подростки, они любят самовыражаться, они очень современные, они любят путешествовать, особенно, если семья обеспечена и может это позволить. И зачастую просят очень реально крутые интерьеры, такие вот лофтовые, что для Египта не свойственно, но интересно. А я всегда в своей работе стараюсь учитывать пожелания каждого члена семьи. и авторский надзор, да, я буду вести авторский надзор, я и моя фирма, мы будем вести авторский надзор на этих объектах. У нас непосредственно это указано в коммерческом предложении и в договоре. Когда начнется стройка, ну, там как происходит? Есть, будет такая организация, как это правильно сказать на русском языке. То есть, строительная фирма, большая, крупная, она будет следить непосредственно за стройкой, за тем, чтобы соблюдались все нормативы вот именно с точки зрения строительства. А отделку мы будем вести. То есть, мы будем следить за качеством отделки. И на самом деле это больная тема, потому что, когда я приезжаю на объект и я непосредственно курирую, провожу авторский надзор, мне хочется плакать и строителям хочется плакать, потому что они делают, ну, не вылизывают так, как у нас. То есть, качество отделки, оно гораздо хуже, чем у нас. А я-то привыкла требовать. И в итоге, когда я там каждому, каждой неровности на стене просто хожу и начинаю придираться, они вообще не понимают. Они говорят, вы, мы же классно все сделали. Почему вы? И меня даже, вот когда мы делали офисы, наши офисы, у нас три офиса, кстати, в Каире, это офисы не исключительно моей фирмы, это вот как такие sister companies, непосредственно застройщики, агентство по недвижимости и наша фирма по дизайну интерьеров. То есть, у нас три офиса, даже четыре, есть еще один в Хургаде, и вот на данный момент мы будем открывать еще один офис в Сахальхашиши, то есть, вот у нас будет уже пять офисов. И наши, мои дизайнеры могут встречаться с клиентами где угодно. Вот, в одном, в любом из офисов. Ну, находится вообще база как бы в одном из центра города. Вот, поэтому будем вести авторский надзор. Мне уже, это будет адский авторский надзор. Я уже заранее готовлюсь. но, вы знаете, на самом деле, вот такая работа, это мой первый такой настолько масштабный проект, и работы предстоит еще очень и очень много, и я, вот уже, наверное, переступила ту грань страха, где я волновалась, переживала, что, а как это мы справимся с таким жилым комплексом. Вообще, жилой комплекс 21 тысяча квадратных метров, именно квадратных метров продаваемых. То есть я не учитываю сюда коридоры, спа, ресторан, ресепшн, нет. Я когда бралась за этот объект, для меня это был, наверное, какой-то новый этап в моей работе, потому что я просто взялась и сделала, и сделаю, и доведу. Я знаю, что это сделаю, но это вот было очень тяжело поверить в себя. Поэтому, возможно, это настолько люблю этот жилой комплекс, потому что он мне дал какой-то вот уверенности в себе. Я, просто мы делали для него все. Я находила супруги, субподрядчиков, которые нам делали видео из Минска, кстати, очень классный, веб-сайт и так далее. И всегда я выступала как таким буфером между субподрядчиками, которые делали нам часть работы в Беларуси либо в России, и египетским заказчиком. Потому что дело даже не в языке, там по-английски крупные фирмы в Минске, там они предоставляют переводчиков без проблем. Они не понимают, что заказчик хочет, они не понимают менталитет. И вот мне приходилось непосредственно быть вот этим буфером, который я объяснял, который разруливал все ситуации, который просто-напросто вот спасал и вот доводил до ума субподрядчиков, чего же все-таки хочет заказчик. Поэтому, ну, колоссальный опыт на самом деле. Вот. Ну, значит, идем дальше. Санузлы. Плитка, как я сказала, египетская. Галхара. Ну, вот вы видите просто, то есть, ну, плиточка, ничего такого, мебель, она тоже будет заказываться дополнительно. Вот слева санузел, это санузел Бунгало. Он такой классный получился, там тоже будут окна, ну, вечером. Вообще, на самом деле, вот эти окна в санузлах, они присутствуют всегда, зачастую их делают матовыми, просто чтобы, ну, никого не смущать. Возможно, у нас тоже будет что-то такое, но еще не знаю, будем думать. вот, вот еще один санузел. Уже вы видите, как бы это все обыграно, чтобы показать красивую 3D-шку какими-то там светильничками, плафончиками, цветочками и так далее. На самом деле, все очень просто. Ну, в принципе, наверное, это все, что я хотела вам показать. Больше информации на сайте. Я сейчас выведу на экран слайд с сайтом. Кому интересно, пожалуйста, переходите на сайт kavaisahalkashish.com. Там вы найдете в вкладочке русский язык. Все можете почитать, посмотреть, кому интересно. И, как я сказала, если вдруг кому-то понадобится, всегда готова ответить на любые вопросы. Вот. Пожалуйста, пишите в чат, если есть что спросить, если вообще было как-то интересно, очень будет интересна ваша обратная связь. Будем заканчивать. Так, пожалуйста. Командировочные включайте в договор отдельно или они входят в общую стоимость? Знаете, как получается? Командировочные это моя фирма. И это моя фирма. Мы несем эти расходы. То есть, мои поездки в Египет, я езжу туда каждый месяц-два, в зависимости от количества объектов. То есть, вот эти расходы на билеты, на проживание, они вычитаются просто из наших заработанных денег. Я сама, то есть, я и мои партнеры, то есть, грубо говоря, это вычитается из стоимости. Вот. А в принципе, вот если нам надо отправить куда-то сотрудников, мы оплачиваем все, непосредственно мы. Когда мне нужно будет послать моего дизайнера, чтобы он из Каира прилетел в Сахальхашиш и там провел какой-то надзор авторский или так далее, мы будем все оплачивать. И, скорее всего, просто даже машина повезет, потому что, ну, как мы сейчас делаем, когда нам нужно приехать из Каира в Сахальхашиш, ведет возитель. И вообще, в принципе, я когда приезжаю, как я передвигаюсь? Командирование... Для налоговой. Для налоговой мы сохраняем все чеки и, конечно же, в конце, когда в конце года подводится итог, вот надо заплатить все такси, мы прилагаем, да, чтобы платить меньше налогов. Ну, как делают все. Отель, командировочные, там оплата билетов, даже рестораны в том числе, ну, как все делают. А вообще, вот тоже еще такой интересный момент, вот это вот движение в Каире, у каждой фирмы практически есть свой водитель, и меня на работу возит водитель. Я когда приезжаю, ну, это очень классно, знаете, то есть я вижу Каир исключительно из окна автомобиля с водителем, я одна практически никуда не выхожу, меня всегда привозят, завозят, что в принципе сесть за руль там, это можно, но мои права там недействительны, а, ну, никто бы не обратил внимания на эти права, села бы и доехала, ехать страшно, такое движение, что просто можно сойти с ума, поэтому водит меня водитель. Вот. Спасибо за хорошие отзывы, что если нет больше никаких вопросов, я, наверное, спасибо, рада, что вам понравилось. Ну, тогда я, наверное, буду отключаться, раз вопросов больше нет. Всех с наступающими праздниками, видите, у меня уже такая вот праздничная атмосфера, стоит елочка. Всем хорошего настроения, творческих успехов в следующем году, желаю вам работать с такими же интересными проектами, как у меня сейчас, творческих успехов, счастья и всего-всего вам самого наилучшего. Спасибо.